здравствуйте дорогие друзья продолжаем рассказ о промышленной усадьбе баташовых это очень необычное место и рассказывать о нем можно наверное бесконечно на нашем канале уже вышло два фильма об этой усадьбе в первом мы осматривали старинный мост из которого сделали дамбу а во втором спускались в подвалы комплекса зданий возле главного дома имения кто еще не смотрел эти фильмы ссылочки на них находятся в описании на данный момент часть здания возле дома баташовых продается и мы задались целью ее купить откопать и сделать музей в нашей группе вк создана ветка которой будут публиковаться новости по этому проекту пользуясь случаем хочу поблагодарить всех кто откликнулся на эту идею и предложил физическую помощь в раскапывании или перечислил деньги на выкуп этой части здания друзья низкий поклон каждому ни одна копейка не пойдет на баловство все только в общее дело подробнее об этой идее съемки этих зданий изнутри и снаружи приведены фильме гусь железный загадочный для желающих помочь физически в расчистке в описании под этим фильмом указан адрес электронной почты для связи для желающих помочь материально там же в описании указаны реквизиты для перевода вы можете совершить перевод любой суммы на карту а если ваш банк позволяет посылать сообщение с переводом то в сообщении нужно указать слово музей сегодня же предлагаю рассмотреть еще одно интересное сооружение расположенное прямо возле моста того самого который переделали в дамбу сначала мы посмотрим на само здание а затем порассуждаем на тем что есть в книжках и в реальности и так перед вашими глазами арки трапезной которая постепенно зарастает молодыми деревьями чуть позже мы посмотрим на нее изнутри а сейчас мы направляемся к основному четверяку и здесь мы видим стяжки петли все как обычно как сказал один сторонник официальной истории ведь все же знают что храмы это храмы однако никаких памятных табличек здесь нет что это за храм кому он посвящен какого года постройки и охраняется ли он государством как архитектурный памятник нигде не обозначено здесь сохранились некоторые элементы декора это конечно не собор в центре москвы или крупном известном монастыре здесь обычная русская глубинка о которой не каждый ты и знает поэтому здесь все просто без изысков и орнаментов вот тут хочу особо задержать ваше внимание друзья вам не кажется что как-то не вяжется великое прошлое с такой вот перемычка из доски зато если приглядеться внимательнее то видно что это переделка граница между старой стеной и новоделом четко отличимая главное смотреть внимательно здесь размер кирпича более мелкий и другая кладочная смесь вся эта стена новодел изначально ее не было противоположная стена такой же новодел именно потому закладные для балок в ней такие аккуратные так как они выполнены при возведении этой стены а вот в изначальных стенах эти закладные выбивались и внутренних четко видны следы сколов и инструмента а еще изнутри здания было оштукатурено но естественно штукатурить не планировали так как швы расшиты и заглажены для постройки был использован кладочный раствор и кирпичи которые нужно сильно постараться чтобы поднять одной рукой в наше время изнутри здания выглядит очень печально обвалившийся свод осыпающаяся стена а серьезные переделки этого здания в прошлом говорят дверь прорубленная старой стене и закладные для балок перекрытия вторая дверь в трапезную также прорубленная вот этот проход прорубленной то есть его изначально не было вот это тоже прорубленный видим здоровенные петли в углу а знаю размер кирпича легко понять размер этих петель понятное дело что тут было что-то наподобие ворот а сейчас проход просто заложен кирпичом повсюду имеется много металлических стяжек все стены были связаны единым арматурным каркасом камень внизу стены не перекрасывается стены а значит не может исполнять роль гидроизоляции при этом такой пористый камень как известняк в принципе не может служить гидроизоляцией так как сам прекрасно впитывает воду что мы собственно и видим сами камни зеленые то есть еще ниже гидроизоляции все так же нет стена она просто уходит вниз а теперь друзья идем в трапезную как вы помните проход в нее был прорублен собственно в трапезной все заросло крыши нет и особого интересного тут также ничего нет разве что красивые арки и ямы на каждом шагу в некоторых местах видно стены перестраивались или достраивались позднее вот такой вот казалось бы обычный храм коих мы уже видели наверное сотни на канале есть отдельный плейлист посвященный только храмовым постройкам друзья а знаете что самое интересное в этом здании то что это вовсе никакой не храм и никогда им не был даже с точки зрения официальной истории как вы наверное заметили сегодня не было ставший уже традиционной официальной исторической справки да уже и не будет как таковой потому что она ранее уже была озвучена в двух предыдущих фильмах а так как это все единое целое то повторяться думаю нет смысла единственное что могу добавить так это то что по официальным данным цитата плотина была уникальным по тем временем гидротехническим сооружением ее назвали не иначе как просто чудом баташов очень гордился плотиной а в 1903 году в одном из докладов в московском археологическом обществе было сказано что равный ей по оригинальности устройства и ценности трудно найти во всей россии конец цитаты более того официально именно около плотины и располагалась все производство баташовых и на старом плане усадьбы эти красные корпуса возле плотины отлично видны в комментариях к фильму про допотопный мост из которого сделали эту плотину был задан один простой но в то же время очень глубокий и важный вопрос как передавался вращающий момент с водяных колес на исполняющие механизмы тут хочу пояснить что длинные валы с несколькими сопряжениями передачами поворотами усложняют кинематическую схему и значительно снижают коэффициент полезного действия единственный выход в такой ситуации ставить водяные колеса в непосредственной близости от рабочих механизмов а промышленные корпуса завода баташовых находились как возле его дома так и возле моста по официальной информации именно здесь около моста находилась кузница о месте нахождения доменной печи мнение официальных историков разделились одни говорят что она находилась тут же возле моста а другие утверждают что доменная печь располагалась на берегу в комплексе других промышленных зданий и тут вы наверняка скажете но минуточку а как же широкая река согласен расположение этого сооружения с точки зрения широкой реки может показаться просто нелепым однако тут есть два объяснения первое я ошибся следовательно вся наша версия бред никакой широкой реки не было это так строили а официальная история нам говорит правду второе объяснение заключается в том что широкая река подразумевает навигацию по ней но под таким мостом ширина арочного пролета которого около пяти метров не пройдет ни одно судно ни вверх ни вниз по реке рыбацкие лодки не в счет следовательно для осуществления навигации должен присутствовать обводной канал который называется судовой ход и как раз над судовым ходом и отсутствует каменный арочный мост и даже по официальной информации его там и не было никогда по нашему предположению в этом месте где был судовой ход мост над ним был разводным или подъемным а в этом здании могли размещаться например силовые механизмы этого разводного моста собственно именно поэтому арочный мост и не доходит до противоположного берега а уже при бы ташовых после того как мост был переделан в дамбу это здание использовали для размещения в нем различных механизмов например кузницы и прокатного стана которые приводились действия водяными колесами немаловажным будет отметить тот факт что примерно в то же время а это середина 18 века мы имеем подтверждение постройки завода на искусственном острове это тульский оружейный завод смотрите канал который в наше время с юго-запада отделяет тульский оружейный завод от кремля это старое русло реки упа а современное русло проходящее северо-восточнее тульского оружейного завода согласно официальной исторической информации цитата устроена от реки упад реки тулица для регулирования уровня воды в шлюзах при никите демидове во время строительства вододействующего доменного завода в 1696 году конец цитаты при этом отмечается что на старом русле еще в начале двадцатого века была пристань таким образом имея старинные здания возле старинного арочного моста можно с определенной долей уверенности предположить что по правому берегу реки гусь западнее моста был организован судовой ход для навигации и мост в этом месте был подъемный или разводной однако когда в период постапокалипсиса баташовы расчищали завод и пытались его запустить учитывая изменившийся климат и снижение уровня воды в реке то для приведения в действия многих механизмов например таких как молотые прокатные станы пришлось мост переделать в дамбу а вместо разводного моста делать шлюзы которые собственно и прорвало сто лет спустя следы переделок этого здания под изменившиеся потребности мы с вами хорошо видели друзья пишите в комментариях свои мысли по этому поводу чем по вашему мнению было это здание нам очень важно его знать следующий фильм будет о соборе троицы живоначальной в гусе железном там тоже очень много интересного не пропустите а на сегодня я с вами не прощаюсь благодарю за ваше внимание и говорю до скорых встреч